Ребятня, всем здорова! Как ваше ничего? Напишите, как у вас делишки. Кстати, знаю, что не вовремя, но главный хит сентября просто обязан внов таки вам показать. Сегодня мы обсудим премиум танки, которые, на удивление, хотя нет, вышли намного лучше прокачиваемых аналогов в лице. Если что, бой на мастера тоже есть, стараюсь как всегда для вас. Поэтому, бро, прожимай свои короны 25-сантиметровый лайк, я бы сказал, что у меня все 30, но мне кажется, что хер кто поверит. Так вот, наберем 3000 лайков, сажусь снимать продолжение. Обсудим премиум танки, которые вышли даже хуже прокачиваемых аналогов. Меньше слов, больше дела. Погнали! На пятом месте американский средний премиум танк седьмого уровня под названием Т23Е3. И попал он к нам в рубрику «Не просто так». Ведь в ветке прокачки есть его прокачиваемый аналог под названием Т20. Вот только проблема в том, что премиум его превосходит многократно и делает собрата как в ПВП, так и в обычном бою, когда не будет цели идти лоб в лоб. Начнем с того, что ДПМ на премиум составляет 2850 единиц, а на танки из ветки прокачки всего лишь 2110 единиц. Да, вы скажете, у Т20 альфа чуть выше, но какой в этом толк, если Т23Е3, как только потрубит рейдж, сразу сотрется брата в порошок. Ну, либо перетрет труху, но тут кому как звучит лучше. Также радует и время сведения. У премиум составляет 3,3 секунды. Со всеми плюшками, хоть и не на много, но все же на одну десятую секунды выше. Плюс ко всему, лучше у Т23Е3 и мощность двигателя. Также на 1 км в час выше средняя скорость. В плане брони, если честно, что то говно, что то не очень. Но даже здесь, когда, казалось бы, танчик из ветки прокачки хоть в чем-то должен быть лучше, остается Т20. В тех самых аутсайдерах. Ведь башня и корпус хоть на пару миллиметров, но все же будет хуже. И что мы по итогу имеем? Прем действительно во многом краше. Быстрее, красивее, сильнее. Играется более комфортно. ДПМ реально радует. Некий американский комит. Всем, кому взошла британская канистра, американец точно понравится. Кстати, ко всему Т23Е3 намного комфортнее и приятнее, чем та же пантера М10, которой бы повесить на шею бейджик с надписью «Старый ненужный хлам». Похоронить где-то за плинтусом и делов-то. А там, гляди, либо Т20-го апнут, либо пантерку М10. Но, скорее всего, забьют на все болт, ведь старые танчики ребалансить невыгодно и не особо интересно. Но мы катим дальше. На четвертом месте советский премиум танк восьмого уровня под названием ИС-3 Защитник. Кстати, это был первый ивент в игре на высокоуровневый прем. Вообще, до Защитника в игре практически не было барабанных машин. Защикан был на тот момент прорывным и вариативным. Хоть блогеры тогдашние его не оценили, мне ИС-3 Защитник сразу запал в душу. Забористый внешний вид, тесла-мотор, красивая анимация. На тот момент ничего подобного в игре даже близко не было. Кстати, бесящий, жужжащий звук двигла ему добавили уже в новых патчах. И да, Франк все же расположился на седьмом уровне, поэтому и говорю, что Защикан во многом был первый. Чем лучше прем прокачиваемого аналога? Да во всем. Здесь и к бабке не ходи, так ясно. Начнем с того, что башня намного крепче, играть от головы одно удовольствие. Плюс борта у према реально читерные. Хоть ИС-3 обычный и неплох, но все же Защиканы тут будет намного лучше. Теперь идем дальше. Ствол на три снаряда. Да, барабан это всегда рулетка, где-то зависит и от команды. Но поверьте, только не данный премиум танк. На удивление ИС-3 Защитник может за себя постоять и когда уходит на полное КД, не становится жертвой. Более того, если делать вид, что ты выцеливаешь врага, на тебя никто даже не рыпнется, ибо собаки боятся. Плюс максимальная скорость на 2 км в час выше, чем у прокачиваемого собрата. И так вышло, дамы и господа, что это никакой не pay to win. Просто где-то просчитались немножечко и так само случайно вышло. На третьем месте новоиспеченный британский премиум танк восьмого уровня под названием XOR 1008. Вообще, несмотря на свой немного внешне, упорото, футуристический вид, вышла канистра просто дай боже. Да, универсальный для всех назвать точно нельзя, но как имба исключительно для ценителей фугасных монстров, при этом с башней как у СТ, настоящие трупы ТВД оценят. Когда в свое время только вышел Териатир, я в лоб шатал львовных Ишах. Для себя взял на заметку, что хочу себе подобный премиум танк. Сколько там 2 или 3 года прошло с момента выхода FV4005? Вот, как говорится, дождались снегопадов. Итак, начнем с того, что главным преимуществом над прокачиваемым аналогом станет совершенно другое орудие, а именно барабан. И хоть сравнивать такие вещи не совсем корректно, мы все же попробуем. Начнем с того, что на удивление на преми ДПМ чутка выше, плюс радует и пробитие на основных снарядах. Хоть на 3 мм, но все же комфортнее. И да, у премиум основные снаряды – это ББшки, что уже говорит о многом. Как минимум пробивать различные экраны, либо кидать с больших дистанций будете на ура. Плюс реализация урона – это просто нечто. КД между выстрелами составляет всего лишь 2,5 секунды, а КД полного барабана чуть более 14 секунд. Представьте ситуацию. Выехали на ВАЗ 2 шотных танка, вы их оп и забрали. А на Чариотире такое кино уже не прокатит. Плюс башня и корпус Упрема немного бронирования и борта не такой картон. Поэтому всем танкистам неправильной ориентацией уже не так просто будет вам в борта напихать фугасов. Кстати, время сведения у Ксора еще круче, чем у канистры из ветки прокачки. Получается и ствол здесь в разы комфортнее. Прем, если честно, это некий Чариотир, но до всех нерфов. При этом пробитие просто на хэшах осталось в пределах разумного. Одним словом, танк просто чумовой. Единственное, ему не дали улучшенное снаряжение и амуницию, ибо решили, что и так облезет мохнатый. Кстати, бой, как всегда, на мастера. Стараюсь, друзья, для вас. Кто лайк там свой зажал, самое время продавить, через стекло экрана, чтобы аж сенсор треснул. На втором месте французский премиум круассан восьмого уровня под названием Somoa SM. Не знаю, как так вышло, но на канистре у меня за 16 боев уже есть два мастера. Самое удивительное, оставался всегда один против двух и вытаскивал изи бои. Плюс был бой на Расика и Колобанова. Начнем с того, что прему наварили брони просто от души. По самые уши. Как говорится, мне много не наливать. Ты что, краев не видишь? Если у МХ 50 100 борта просто лютейший картон, то Somoa SM в этом плане реально молодец. Единственное, танку из ветки прокачки, чтобы он не был таким пососным, апнули башню. На этом, как говорится, все. Наши полномочия окончены. Кстати, у ВН вниз сопрема составляют царские минус 10 градусов, поэтому играется от башни нереально топово тупо КФ. Чем МХ 50 100 вообще не может похвастаться, ибо там у ВН исключительно советские. В плане орудия наш прем все же подкачал. Чуть хуже ДПМ, чуть хуже время сведения, но в остальном разницы тупо не найдете. Как говорится, как два брата акробата. Вообще, по комфорту игры, Somoa SM в разы лучше. Переживает бои при упорке. Зато бой не будет гоняться по карте ужаленный в сраку 49. Да и вообще, фугасы поглощать это далеко не про наш танк. Зато канистра из ветки прокачки только и делает, что принимает. И от первой линии исключительно цацет. На первом месте нереальная имба. Речь пойдет о итальянском среднем премиум танке 8 уровня Праджета 46. Честно, это один из самых любимых премиум танков в игре. Помню, когда только его купил себе в ангар, за 12,5 тысяч золота просто ссался в штаны от радости. Самое удивительное, что прем лучше не во всем, но в рандоме показывает себя исключительно как имба, которая превзошла танк из ветки прокачки. Начнем с приятного. УВН вниз составляет минус 9 градусов, что на 1 градус выше и лучше. Учитывая высокий корпус и меньшие УВН вниз, Пантера играется от башни не так приятно и реализация будет немного хуже. Плюс КД между выстрелами у Праджета составляет всего лишь 2,5 секунды, что в момент выхода канистры в рандом было нереальным чудом. Да, сейчас есть танки, где и одна секунда КД, но не суть. У Пантерки КД между выстрелами составляет целых 3 секунды, что для современного рандома не так-то и мало. Плюс из интересного, первый снаряд у према заряжается чуточку быстрее, но в остальном Пантера все же лидирует в плане дозарядки. Единственное, из-за большего КД между выстрелами, канистра из ветки прокачки, как по мне, все же отстает и не всегда играется так люто, как Праджета. Кстати, прога не такая и высокая, громоздкая и проблемная в плане УВН, что дает возможность лучше играть от рельефа. Да и меньше, снарядов по вам будет прилетать, когда летит ваш силуэт. Что ж, в целом у меня все. Котики, не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик. И самое главное, танкисты. Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть с чего играть.